Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий о студии Андрея Грагуленко. И о моей коллеге расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областной столице проходит 10-й всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски вооруженных сил России. Участие в конкурсе принимают 12 коллективов. Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Едорищев провел расширенное заседание регионального правительства с участием временно исполняющих обязанностей вице-губернаторов, руководителей министерств и других органов исполнительной власти. Обсудили ключевые направления работы. Вячеслав Едорищев подчеркнул важность исполнения национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, а также поручений, данных ему главой государства. Самое главное, отметил он, это обратная связь от жителей региона. Временно исполняющий обязанности губернатора напомнил, что в Самарской области есть большие системные проекты, и если потребуется федеральная поддержка для их реализации, то она будет получена, а проблемы, копившиеся годами, совместными усилиями решены. Также Вячеслав Едорищев дал поручение временно исполняющему обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину в течение недели подготовить программу обновления парка общественного транспорта. До этого временно исполняющий обязанности губернатора проехал вместе с главой регионального ведомства в трамвае и пообщался с пассажирами. Вы знаете, люди очень по-долго, но при этом очень конкретно поставили и обозначили эту проблему. Они прямые. Мы с вами ехали на трамвае. Какого года он выпуска? Недостаточно внимания. Вы лично уделяли как министр, исполняющий обязанности правительству этому важному вопросу. Возможности до обновления у нас есть. Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Едорищев в режиме видеоконференции принял участие в заседании по вопросам строительства очистных сооружений, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. Обсуждали реализацию федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал». Эти водоемы играют важнейшую социально-экономическую роль в жизни 19 регионов страны. Для уменьшения вредных сбросов и качественной очистки источных вод в субъектах строят очистные сооружения. В Самарской области построено 10 новых объектов, еще 7 в стадии возведения. Руководитель региона отметил, что проводится комплексная оценка хода и качества строительства. В этом помогают не только надзорные ведомства, но и депутаты Государственной думы, а также активные жители Самарской области. Все выявленные замечания, дефекты будут обобщены и устранены в ближайшее время, чтобы достичь заданных показателей по очистке стоков «Волгу». Если подрядчики не будут справляться со своими обязанностями, будут подключены правоохранительные органы. Начался летний сезон, а вместе с ним стартовала и летняя здравительная кампания. Повышенное внимание уделяется состоянию общественных пространств, где посещаемость увеличилась и территориям возле детских лагерей, в том числе пришкольным. Актуальные работы в отрасли благоустройства обсудили на совещании в профильном городском департаменте. Специалисты напомнили, что установлен особый противопожарный режим. Все места скопления тополиного пуха не остаются без внимания, находятся на постоянном контроле. При необходимости службы благоустройства выполняют смачивание, уборку пуха вручную, либо с использованием вакуумно-подметательных машин. Кроме того, вверенные территории избавляют от вредителей. Так завершилась ликвидация клещей, грызунов, комаров, которые могут быть переносчиками многих опасных заболеваний. Остается провести обработку на городских пляжах, где предстоит организовать комплекс мероприятий по истреблению грызунов. В связи с высоким уровнем воды, пока проводится работа только по сбору мусора, вынесенного паводка. Ожидаем понижение уровня в ближайшие дни до 29 метров. После чего будет завоз песка, соответственно, его планировка и после этого уже обработка. Плюс, что касается зоны пляжных, то там ежемесячно Роспотребнадзором будет производиться отбор и пробы, в том числе песка. В случае необходимости будет проводиться дополнительная обработка. Напомню, что за обработку территорий летних и других оздоровительных учреждений отвечают организации, в чем ведомстве находятся данные территории. В промышленном районе Самары по программе формирования комфортной городской среды благоустраивают шесть дворов. Один из них по адресу Матрос-18. Местные жители направили заявку в администрацию, разработали дизайн-проект и уже этим летом смогут отдыхать в новом уютном дворике с обустроенной детской площадкой. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Во дворе дома на Матрос-18 с апреля идут строительные работы. Подрядчик убрал устаревшие детские аттракционы, расчистил площадку, сейчас занимается обустройством дорожек и тротуаров. Выполнены работы по установке тротуарного бордюра, также устройство основания из песка, геотексиля и щебня. Заканчиваются работы по укладке тротуарной плитки. В дальнейшем нам предстоит устройство резинового антитравматического покрытия. Решение привести в порядок двор поддержали жители дома на общем собрании собственников жилья, затем направили заявку на благоустройство в районную администрацию и утвердили дизайн-проект. Программа «Комфортная городская среда» изначально предусматривает инициативу жителей, жители выходят с какой-то инициативой от себя, участвуют активно в разработке проекта, помогают нам на стадии проведения работ контролировать качество работ и потом принимают участие в приемке. Здесь у нас будет с вами отремонтированы дороги и тротуары, построена детская площадка, установлены малые архитектурные формы и антитравматическое покрытие. Местные жители надеются, что благодаря совместно разработанному дизайн-проекту во дворе будет комфортно представителям разных поколений. Больше делали для малышей, потому что дом молодежный, очень много малышей, ну и взрослые, конечно, есть, выходят здесь, сидят на площадке, отдыхают. И парковка увеличится у нас еще, прибавится одна парковка, потому что раньше это не делали, а сейчас машину надо ставить куда-то. Поэтому, конечно, очень хорошо будет у нас во дворе теперь. Помимо этого двора, на средства национального проекта в промышленном районе благоустроят еще пять территорий. На Демократической 32, Нововокзальной 134, Нововокзальной 136 и 144, на проспекте Юных Пионеров 114 и Ташкентской 248. Губернаторский проект «Содействие» позволит обновить еще восемь территорий в районе. Также набирает популярность программы инициативного бюджетирования. По ней преобразятся еще шесть дворов. Также в промышленном районе ведется третий этап благоустройства парков «Молодежный» и «Воронежские озера». Напомним, продолжение работ стало возможным благодаря лидирующей позиции этих территорий в голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда». Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. О мерах государственной поддержки креативной индустрии говорили на проектной сессии, организованной Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Как развивается утрасль в регионе и на какую помощь предприниматели могут рассчитывать, расскажет Галина Топилина. Дизайн и мода, ремесленные производства, изобразительное искусство, литература, издательство. Креативная индустрия в регионе набирает обороты. Отдельные бренды Самарской области уже обрели известность и за ее пределами. В 2016 году Ирина Шарова с мужем основали свой бренд ювелирных изделий. В этом году, заручившись финансовой помощью от государства, супруги решили открыть новое направление – производство станков для изготовления бижутерии. По словам Ирины, система поддержки предпринимательства, которая существует в регионе – это ресурс для продвижения не только себя, но и своего родного города. Я сейчас отношусь к этому как к ресурсу, который на самом деле… На самом деле мы отличные люди для того, чтобы этот ресурс направить именно на нас, потому что он должен быть потрачен на что-то реальное. Он должен быть выдан… Вся эта помощь должна быть выдана людям, которые активные, которые хотят продвигать Самару, которые любят Самару. И это мы. Так что, я думаю, мы в том месте, где нужно. В этом году для предпринимателей креативной индустрии начнет действовать грантовая система поддержки. Для того, чтобы обсудить нюансы и ответить на вопросы, с предпринимателями встретились представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Министерство экономического развития и инвестиций сфокусирует внимание именно на этих приоритетных направлениях, поскольку действительно видим потенциал. Потенциал, в первую очередь, для развития экономики, для развития бизнеса в этом направлении. И формируем уже прицельные меры поддержки. Подобные встречи бизнеса и власти проходят на постоянной основе. Сегодня господдержке предпринимательства в Самарской области уделено особое внимание. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Продукты и товары на любой вкус. В этом году на проспекте Карла Маркса открылась круглогодичная муниципальная ярмарка. Что там можно приобрести, узнала Августина Охременко. Муниципальная круглогодичная ярмарка на проспекте Карла Маркса 179Б работает с апреля. Сейчас здесь 50 торговых мест. Производители предлагают самарцам все. От овощей до мясных продуктов. Планируют организовать продажу товаров повседневного спроса. Приоритеты дают продукции местных производителей. На каждом входе существует информационный стенд. Мы позиционируем эту ярмарку как социальную. И еженедельно ведется мониторинг цен на сезонные товары, на круглогодичные товары. И мы стараемся сделать так, чтобы у определенного арендатора на определенную группу товаров были социальные цены. В ближайшее время планируют открыть еще один торговый ряд, где предоставят места арендаторам, которые занимаются общественным питанием. Здесь появятся закусочные и кофейни. Много у нас обращений. То, что с детьми ходят, негде здесь посидеть. Достаточно оживленный такой район, где не будет лишним в данный момент. Поэтому планируем развивать дальнейшее. И любые предложения стороны арендаторов, так и посетители всегда готовы выслушать. И при этом все это осуществить на этой ярмарке. Ярмарка оборудована для удобства и комфорта посетителей и продавцов. На муниципальных ярмарках цена за место складывается из расходов, понесенных оператором на ее проведение. Такие как уборка, вывоз мусора, электричество, различные расходы на содержание. Соответственно, излишние наценки здесь отсутствуют. Поэтому предприниматели получают места по хорошей конкурентной цене, что позволяет, в свою очередь, им снижать цены на свои продукты. Покупатели работы ярмарки довольны. Раз в неделю точно хожу на рынок, выбираю из-за цен. Например, селедка здесь стоит 249 рублей. Таких цен вы не найдете на свежую селедку. Масло одного из самых крупнейших производителей везде стоит 220 рублей, здесь 140. Представляете, экономим, тут до 40%. То есть, если у меня недельный набор продуктов на 7 тысяч вставляет, когда я раньше покупал, сейчас я тут отдаю 350-4. То есть, почти в два раза экономлю. Самые свежайшие овощи, фрукты, черешня, вот 350 рублей я покупаю. Когда в городе 590, не пойму, что в этой дороге продают. На территории ярмарки безвозмездно выделяют места для торговли пенсионерам. Павильоны работают круглый год и каждый день с 9 до 7 часов вечера. Также жители Самары смогут посетить и другие муниципальные ярмарки. Например, торговые ряды на пересечении Киевска и Тухачевского. Там ярмарка работает с четверга по воскресенье. Августина Охременко, Константин Головин, События. Когда-то эта ягода считалась деликатесом и выращивалась для знатных особ, а сегодня ее можно встретить почти на каждом огороде или садовом участке. Как лучше всего ухаживать за клубникой, чтобы она приносила хороший урожай, секреты садоводства расскажет Полина Челюкова. Эту любимую всеми летнюю ягоду Марина Бойцова выращивает практически всю жизнь. Всем тонкостям ремесла обучила в детстве бабушка. Сегодня на участке Марины только самые урожайные и вкусные сорта клубники. За один сезон можно собрать около 100 килограммов. Секрет такого богатого урожая, правильный уход и удобрения. Первым делом в бочку развожу фитоспорин. Он идет как профилактика от заболеваний. Это грибки, бактерии, которые развиваются и которые врагов уничтожают. А в эту же бочку кидаю куриный помет. На 200-литровую бочку кладется ведро куриного помета. Это все стоит, бродит. Получается хорошая подкормка. После этого и растения уже не заболевают. Корневых гнилей у них нет. Если дождик пойдет, они не покрываются болячками, потому что у них все время с рождения у них фитоспорин там находится. Для второй подкормки Марина использует минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Когда появляется ягода, советуют использовать удобрения с калием. Такой бережный уход за ягодой обеспечит садоводам не только вкусные, но и здоровые лета и зиму. Ведь клубника содержит микро- и макроэлементы, которые укрепляют иммунитет. Если за сезон человек съедает 4-5 килограммов ягод, то к осени иммунитет становится крепче. Она очень богата витаминами. В основном это витамин С в составе входит. Это где-то на 100 грамм, где-то 60-70 процентов отсуточной дозы нормы. Содержит медь, тоже процентов где-то 16, наверное, как элемент необходимого для человека. Также много микроэлементов. Это молебеден, цинк, селен. Майские заморозли захватили ранние сорта клубники, поэтому урожай в регионе в этом году может задержаться. Однако на прилавках магазинов и рынков уже появились ягоды из Краснодарского края. Полина Чулякова, Сергей Баскин. События. 6 июня в России будут отмечать 225 лет со дня рождения великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Самаре пройдет культурная программа. Библиотеки города проведут экскурсии. Начало запланировано на 10 утра. Основными площадками Пушкинского дня в Самаре станут детская картинная галерея и Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького. Утром художественные и танцевальные мастер-классы, кинопоказы по произведениям поэта. Вечером мероприятия в духе пушкинской эпохи. В 17 часов в литературном музее театр юного зрителя Самарт покажет спектакль сказки Пушкина. Там же пройдет лекция об истории моды, манерах и традициях 18-19 веков. Романсы на стихи поэта исполнят студенты и преподаватели Самарского института культуры, а завершит программу выступления духового оркестра. Также Литературно-мемориальный музей имени Горького приглашает принять участие в пешеходной экскурсии «Литературная Самара», которая начнется в 18 часов. По традиции 6 июня состоится возложение цветов к памятнику поэта в Пушкинском сквере. Яркий и самобытный народ региона. У Самарского областного татарского общества «Тугантел» юбилей. Одна из старейших общественных организаций вот уже 35 лет сохраняет традиции и культуру татарского народа. Как прошел праздник, расскажет Полина Чулякова. Татарский народ – второй по численности в Самарской области. Веками татары сохраняют свои традиции, обычаи, язык. В этом году 35 лет отмечает областное татарское общество «Тугантел», что переводится как «родной язык». По такому случаю в областной столице прошел праздничный концерт, на котором подвели итоги работы, почтили память ветеранов и наградили руководителей и активистов. Роль нации складывается из-за того, что не посреди татары поработали время с самотвой, но из-за того, что каждый наш отдельный соплеменник в образовании, в культуре, в промышленности, в предпринимательстве вносит в общее дело наши любимые отчизны. В политическом, культурном, образовательном ландшафте Самарской губернии, Самарской области, да и Российской Федерации многое было бы по-другому, если бы не было общества «Тугантел». Это общественная организация, которая сумела объединить татар для решения общих, актуальных для всех вопросов, будь то сохранение языка, открытие школ и так далее, строительство мечети. Именно благодаря этому обществу, активистам этого общества, у нас появилась соборная мечеть, у нас открылась школа татарская «Якталык», у нас начала издаваться газета. В планах активистов организации создание энциклопедии о выдающихся татарах Самарской области, которые оставили свой след в медицине, образовании и культуре. Все это необходимо, чтобы сохранять язык, традиции и историю. Мне кажется, если мы не будем сохранять традиции и помнить прошлого, то у нас не будет будущего. Я бы хотела создать татарскую семью, и чтобы мои дети знали и говорили свободно, и владели своим языком, и помнили свою историю. Зашли через порог в ансамбль, наши все говорят по-татарски. Мы просто несем культуру нашу, хотим сохранить культуру нашу. Все наши, как говорится, наши корни сохранить. Праздник прошел при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. В Самаре продолжается 10-й всеармейский фестиваль вооруженных сил Российской Федерации. Для жителей региона выступают ансамбли со всей страны. Концертную программу, которую подготовили военнослужащие воздушно-десантных войск, увидела наша съемочная группа. На Самарской сцене ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск России из Москвы. В концертной программе патриотическая музыка, хореографические и вокальные номера. Коллектив уже третий раз приезжает в столицу региона в рамках всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски вооруженных сил Российской Федерации. Мы очень любим Самару и надеемся, что Самара тоже нас любит. Это главное событие для нас. Это такое мероприятие, которое, во-первых, показывает себя другим ансамблем, кто есть кто, всегда есть ревновательный элемент, потому что мы приезжаем в самые далекие уголки нашей Родины. В этом году фестиваль юбилейный. В Самарской области выступают 12 ведущих армейских коллективов Центрального, Южного, Ленинградского и Восточного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных и железнодорожных войск. Они исполняют программу «Будущее Великой России». Они прославляют нашу Великую Россию, наших воинов, нашу историю, искусство русских композиторов, классиков. Поэтому это необходимо сейчас. Наша задача – нести это искусство, передавать свое мастерство будущим поколениям. Важно приобщать, чтобы народ к культуре приобщался. Это очень интересно детям, взрослым. Фестиваль проходит в формате конкурса. В прошлом году обладателем гран-при стал ансамбль песни и плястей Северного флота. Увидеть выступление коллективов можно до 6 июня. А 8 числа состоится церемония закрытия и награждение победителей фестиваля. Полина Чулякова, Константин Головин. События. Жонглеры, акробаты и медведи на мотоцикле. В Самарском цирке состоялась премьера спектакля всемирно известного «Цирка Филатовых». В областную столицу команда приехала спустя 8 лет. Но в этот раз для зрителей совершенно новая программа. Чем будут удивлять, расскажет Августина Охременко. «Цирка Филатовых» Выступления силовых акробатов, клоунов, иллюзионистов и воздушных гимнастов без страховки. Все это в новой программе знаменитого цирка «Филатовых». Программа насыщена разными жанрами, молодыми исполнителями. Фактически все они династийные, хотят показать лучшее, что они могут создать и показать зрителям. На арену выходят также редкие розовые пеликаны, верблюды, собаки, южноамериканские носухи и ламы. Кульминация представления – медведи на роликах и мотобайках. Есть у нас фирменные трюки, которые никто не смог повторить в мире. Например, такие, как подъем велосипеда. То есть медведь не просто выезжает к манежу на велосипеде, а именно он сам его поднимает, садится и едет. Так ни один дрессировщик такой трюк не смог повторить. Просто в восторге. Такого, конечно, мы не ожидали. Дети счастливы, я тоже. Побывать на представлении цирка Филатовых самарцы смогут до середины июля. Августина Охременко, Николай Сидоров, события. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что завел официальный телеграм-канал, где пообещал делиться с подписчиками последними новостями, рассказывать о планах, действиях, которые предпринимает команда правительства по социально-экономическому развитию региона. А еще делиться личными впечатлениями о жизни в городе, о том, какой красивый и замечательный край Самарской области. Буду в ближайшее время посещать буквально каждый район. Все красоты буду выкладывать сюда. А также обсуждать с вами планы. Этот телеграм-канал со временем станет и площадкой, где мы будем с вами общаться. А пока буду делиться самыми оперативными новостями. В столице региона будут организованы бесплатные экскурсии гостеприимных горожанин. Тема «Самара. От самолета до ракеты». Участники ознакомятся с основными городскими достопримечательностями, связанными с темой авиации и космонавтики. Экскурсии будут проходить с июня по сентябрь. Первая состоится 16 июня с 14 до 17 часов. Информирует телеграм-канал городской администрации. На незакрепленной территории Кировского района продолжает работу подрядная организация администрации района. Специалисты осуществляют вывоз мусора с территории, где не проведено межевание. Уборка и вывоз мусора, листвы и веток на специальные полигоны является основной задачей подрядчиков, сообщает телеграм-канал Кировского района. В ДК «Заря» проходит фото-выставка «Мы едем, едем, едем в далекие края». Это композиция из семейных фотографий. Она посвящена Году семьи и проводится совместно с Самарской областной общественной организацией поддержки семьи и детства «Вместе». Увидеть экспозицию можно до 15 июня, пишет телеграм-канал Советского района. На этом выпуск завершен. Увидимся. Продолжение следует...